с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 30 января вроде бы забыли новый год а сегодня день мороза и снегурочки древний языческий праздник в эти дни обычно рассказывают сказки легенды о деде морозе естественно и о снегурочке люди вспоминали о том как снегурочка по прихоти бога любви леля полюбила человека и потому с приходом весны не стала улетать на север но как только яркий луч солнца прорезает утренний туман и падает на снегурочку она тает превращаясь в легкое облачко пара и уносится прочь а родившихся в этот день 1736 год в этот мир приходит джеймс от изобретатель шотландский инженер механик член эйденбургского королевского общества лондонского королевского общества парижской академии наук вел первую единицу мощности ту самую лошадиную силу причем брал в расчет он не скаковых лошадей на спринтерской дистанции а тегловую силу приводящую в движение мельницы да еще усреднял их работу в течение дня в итоге получилась та самая знаменитая лошадиная сила 1872 году рождается глеб евгеньевич котельников создатель парашюта вот как это было 24 сентября 1910 год публика в восторге от невиданного ранее зрелище и вдруг один из самолетов разваливается в воздухе из него с высоты 400 метров выпадает пилот которого не было шансов выжить так 1 для российской империи авиационной катастрофе погиб известный авиатор лев мацевич котельников оказался свидетелем трагедии твердо решил что такое повториться не должно 38-летний актер превращается в итоге в разработчика парашюта в результате получилась конструкция который человек мог управлять пока спускался на землю тот самый парашют 1882 год рождается франклин дэлэн рузвельт 32 президент сша четырежды избиравшийся на этот пост в двадцать восьмом году прошлого века он был избран губернатором нью-йорка в тридцать втором тридцать вторым президентом сша первый президент который правил более чем два срока и который был переизбран на 3 даже на 4 несмотря на плохое здоровье он был также первый президент который активно использовал радио и стал известен своими дружескими беседами у камина он говорил единственное чего мы должны бояться самих себя 1900 год день рождения исаака дунаевского композитора его называли советским моцартом запевалой сталинской эпохи и придворным композитором он описал музыку к двадцати семи художественным и мультипликационным фильмом наиболее урожайным для него был 1936 год а спустя один год 1901 родился георгий ушаков исследователь арктики в 1923 году в этот мир приходит народный артист ссср кино режиссер леонид гайдай просто назову фильмы самогонщики операция и кавказская пленница бриллиантовая рука 12 стульев иван васильевич меняет профессию и другие в 1927 году родился шведский политический деятель очень любимый в народе улов пальме убит феврале 1986 года на центральной улице стокгольма 1951 году родился английский поп-певец и барабанщик фил коллинз а некоторых событиях этого дня 1649 год казнь английского короля карла первого англия фактически объявляется республикой 1933 год трагическая дата в истории человечества назначение гитлера рейс канцлером и установление диктатуры национал социалистов германии мир тогда еще не понял с какой бедой он столкнется ближайшие годы а вот в 1943 в сталинграде капитулировала 6 немецкая армия начинается перелом великой отечественной войне а еще через два года сорок пятом начинается окружение немецкой группировки кёнигсберге 1951 открывается первый фестиваль итальянской песни в сан рэмо многие годы он будет одним из самых любимых советском союзе и в постсоветской россии 1958 год 22-летний их сэф лоран проводит свой первый крупный показ мод в париже 1998 год в россии официально подтверждает что обнаруженные в екатеринбурге останки принадлежат членам царской семьи ну и последние 1948 год тайны бермудского треугольника час ночи диспетчер на бермудских островах объявляет тревогу мол пропал четырехмоторный самолет стартайгер английской авиакомпании на борту самолета около 40 пассажиров в указанный день этот летательный аппарат должен был приземлиться на бермудских островах командир во время связи сообщил что полет протекает нормально и на борту все в порядке и это были его последние слова больше никаких известий о нем не было масштабные поиски исчезнувшего самолета ничего не дали и данный случай один из самых загадочных и зловещих в истории происшествий связанных с теми самыми бермудскими островами или с бермудским треугольником в мире конечно очень много неразгаданных тайн но есть то что кажется невероятным и тут хочешь не хочешь а задумаешься на тем как все таки еще слаб человек как он хрупок надо быть предельно внимательным и осторожным с вами был николай пивненко в проекте дата